Задача 21. Самое первое наблюдение, которое легло в основу этого феномена, было сделано Алексеем Алексеевичем Ухтомским в 1904 году. Она заключалась в том, что на собаке перед подготовлением к дефекации электрическое раздражение коры головного мозга не дает обычных реакций на конечностях, а усиливает возбуждение в аппарате дефекации и содействует наступлению в нем разрешающего акта. Но как только дефекация завершилась, электрическое раздражение коры начинает вызывать обычные движения конечностей. Так что это за феномен? Опять речь идет о доминанте. Это явление временного господства определенного возбуждения, либо устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором возбуждение, приходящих в центры возбуждения, служит усилению возбуждения в очаге, скажем, уже возбужденном, доминирующем, мы можем сказать. Тогда, как в остальной части нервной системы, широко наблюдается явление торможения. В 1923 году князь Алексей Алексеевич Ухтомский публикует работу «Доминанта как рабочий принцип нервных центров». Затем принцип доминанта обсуждается им во многих других более поздних работах. Слово «Доминанта» к слову Ухтомский заимствовал из книги Рихарда Авинариуса «Критика чистого опыта». Вообще, я слышал и другую историю по этому поводу. Перед тем, как формировать какие-то рефлексы, условные рефлексы, лаборант утречком должен быть выгулять собаку, хорошо выгулять. А лаборант попался ему ленивый. И когда приводят собаку, ее начинают стимулировать по поводу, ну и формировать условный рефлекс или определять, ну какие, в общем-то, рефлексы будут, двигательные рефлексы, да. А вместо этого они получают какой рефлекс? Дефекации при разных раздражителях. Ну и тогда подумали и придумали такой феномен, такое явление изучили, как доминанта. Надо.